5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Именно поэтому специалисты Роспотребнадзора сегодня решили в очередной раз обратить внимание полевчан на состояние воздуха, воды и почвы. К сожалению, по словам помощника санитарного врача Натальи Каренник, похвастать пока нечем. Но обо всем по порядку. Лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха в нашем городе одновременно осуществляется на нескольких стационарных постах, которые установлены по улице Максима Горького и Партизанской. Еще два поста расположены на Северском Трубном и Полевском Креолитовом заводах. Ежедневные исследования по-прежнему свидетельствуют о наличии в воздухе загрязняющих веществ, характерных для Полевского. По результатам исследований в 2012 году выявлены превышения предельно допустимых концентраций следующих веществ. Это формалитегид, возвершенные вещества, азотодиоксид, свинец и серодиоксид. Тем самым данные вещества являются приоритетными для нашего города. Вследствие загрязнения атмосферного воздуха в нашем городе значительно увеличилось число заболеваний дыхательных путей. Еще один фактор, который безусловно влияет на здоровье полевчан, это почва. Если говорить о санитарно-химических показателях, то за последние пять лет они значительно улучшились. Теперь на первом плане другая проблема. По паразитологическим показателям наблюдается явное увеличение, что связано с выявляемостью гельминтов, в том числе на детских учреждениях. Мы начали выявлять их. Раньше не проводились исследования, сейчас же проводится, поэтому скачок неудовлетворительных результатов. По результатам мониторинга не отвечают гигиеническим требованиям пробы почвы по содержанию никеля, марганца, фтора, меди и цинка. Состояние воды, особенно в нецентрализованных источниках, тоже оставляет желать лучшего. На сегодняшний день лабораторный контроль ведется в полном объеме только на семи источниках водоснабжения, в то время как 42 по-прежнему являются бесхозными. Как результат – плохая цветность и мутность. Водные объекты или так называемые зоны рекреации сегодня тоже в плачевном состоянии. Напомним, что на территории Полевского городского округа четыре пруда – Штанговый, Северский, Глубочинский и Верхний. В период с мая по август один раз в месяц специалисты Роспотребнадзора производят из них забор воды. Итог последних исследований неутешительный. Во всех водоемах обнаружены тяжелые металлы и формальдегиды. По результатам последних исследований вода не соответствует во всех водных объектах, как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим показателям. Купаться, естественно, не рекомендуем. В Северском пруду – марганец, никель, железо. Так или иначе, состояние окружающей среды зависит от человеческого фактора. В последнее время полевчане забыли об элементарных нормах поведения. Будь то берег водоема или местный ключик – повсюду несанкционированные свалки. А ведь бытовой мусор способствует размножению микробов-паразитов и может привести их к серьезным инфекционным заболеваниям. Да и рост числа онкологических заболеваний не может не беспокоить. Здесь возбудителями спокойствия являются канцерогены, которые то и дело летают в воздухе. Татьяна Усынина, Александр Полищук. Новости нашего города.